Мамаев, тогда по попе вот тебе 500 рублей. Они же прекрасно знают, что это незаконно, прекрасно знают, что я это знаю, прекрасно знают, что я буду обжаловать. Ну вдруг не будет, а вот вдруг. Сначала они составили акт обнаружения, что, слушай, так в ютубе очень много видеозаседаний составляли акт. Кто такой умный был, вот это составило акт? Даже если это я разместил, мне ничего этого не запрещает делать. Денис, судья не имеет права давать мне распоряжение, не выкладывать в интернет что-то. Он может только запретить мне видеосъемку при определенных обстоятельствах, которых не было на тот день, на предположим вывод. Куап не предусматривает соучастника, как уголовный кодекс, понимаете? То есть даже я знаю, заедемо знаю, что, допустим, запись была получена таким способом, без разрешения сон. Я не являюсь ответственным лицом, я не верю туда. А соблюдить мне выкладывать информацию, никто не может, в том числе информацию, полученную таким способом. Я не сам участник, кого-то не предусматривает такую вещь, как сам участник. Они делают о предположении, что я совершил какое-то правонарушение, на основании того, что они увидели на ютуб-канале видеозапись с моей аватаркой. Но опять же, на видеозапись, если ты не видешь запись, кто снимал? Может, и кто-то по электронной почте скинул, тебя публикал. То есть как публикация разрешена, а кто снимал? Нету самого события, что мне судья давал распоряжение, а я отказывался его выполнить. То есть когда это происходит, прямо на месте составляется протокол. Они через неделю, какой-то пристав, где-то что-то увидел, составили какой-то акт, пришли ко мне в гости, пригласили, и там что они делали, для того, чтобы составить протокол. И то даже, ты мечтал, что даже написано в той бумажке, которую я получил уже после составления протокола, что будет решаться вопрос, будет, не будет составляться. То есть не было конкретно, чтобы протокол составляется. Значит, вам объявляется, что эта жалоба рассматривается октябрьским районным судом Волгоморно-Москаз, именно председательство Суда Шуменова, протокол ведется помощником суди Купликовой. У вас отводы будут в составы? Нет, не будут. Так, соответственно, разъясняю ваши права. В рамках рассмотрения настоящей жалобы имеете право ознакомиться как с одним административным делом, так и с материалами, которые представлены в обосновании жалобы. Делать из них выписки, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства участвующих исследований, задавать вопросы иным лицам участвующим рассмотрениям, в том числе свидетельным экспертным специалистам, заявлять в ходатайство, в том числе об истребовании доказательств, задавать объяснения судовоусной и письменной форме, и приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно кадатрств и долгов других лиц участвующих в рассмотрении, обжаловать судебное постановление, которое будет вынесено по итогам рассмотрения дела. Напоминаю, что обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими процессуальными правами в силу статьи 51 Конституции Российской Федерации. Имеете право не свидетельствовать против самого себя и своего ближайших родственников, если в ходе рассмотрения данного дела будут затронуты подобного рода вопросы. Также разъясняю, что поскольку вы являетесь лицом на данный момент привлеченным к административной ответственности, то в силу российского законодательства имеете право на переводчика, в случае, если плохо владеете русским языком, а также право на защиту. Вам ваши права понятны, господин Мамаев? Да, понятны. Соответственно, переводчик вам необходим? Переводчик мне не нужен. Ну, а защиту, я так подозреваю, вы желаете кому-то поручить? Да, я прошу допустить в качестве моего защитника Масла Дениса Анатольевича. Для начала судебного заседания паспорт вам предоставил. Ну, собственно, ваше право воспользоваться защитой никто не отменял. Соответственно, суд удовлетворяет данные ходатайства и отпускает к участию в деле в качестве вашего защитника господина Масла Дениса Анатольевича Одеса. Хочу обратить внимание и обратить внимание моего защитника, чтобы его не вводили в заблуждение, несмотря на то, что доверенности нет. Верховный суд сказал, что если в судебном заседании защитник будет допущен, то у него есть основания для того, чтобы обжаловать, в том числе и постановление, которое будет вынесено. Не буду с вами спорить, Владимир Владимирович, но просто для чистоты эксперимента доверенность была бы более надежным способом этого доказательства. А так вы абсолютно правильно высказались. Допущенный защитник имеет право, собственно, тоже в этом направлении действовать. Просто это для того разъясняю, чтобы потом не возникало проблем с подачей жала. Потом по-разному судьи смотрят на такие вопросы. Но для этого Верховный суд и существует. Он дал разъяснение. Не буду спорить, я вам уже подтвердила вашу мысль по поводу Верховного суда и того, что господин Масловый может подать жалобу, но еще раз повторяю, не всем, как говорится, удается услышать Верховный суд. Будем стремиться к тому, чтобы все-таки у нас единообразие было и единая практика. Как раз этого касается сейчас мое податайство о ведении видеофиксации. Ну, так, собственно, Владимир Владимирович, вы хотите, значит, по поводу данного ходатайства, да? Да, очень подробно изложил специально. Для чего? Для того, чтобы все-таки донести до судов, скажем так, города Мумынска. До многих судей я уже донес эту информацию, многие судьи разрешают. В том числе даже в Октябрьском суде разрешают мне. Даже госпожа Маслова судья разрешила мне. Ну, кратковременно, понятно там, но не важно. Дело в том, что Верховный суд дал четкое разъяснение о том, что я имею право, никто право ограничивать не может. Я в данном случае являюсь единственным участником, ничьи права нарушены быть не могут. Поэтому прошу все-таки как-то определить. Вот у нас, у меня есть два телефона, соответственно, я могу как-то так поставить. Ну, допустим, вот один, допустим, в мою область смотрит. Ну, и там, какой-то чуть подальше общий план. У меня интересный вопрос будет, Владимир Владимирович, вы видеозапись-то будете вести, как говорится, в онлайн-трансляции, стриминг или, как говорится, так, чисто видеозапись? Нет, я не настолько рискую в этом отношении. Ну, мало ли, вы сами понимаете, я вот про это и уточняю, чтобы знать хотя бы. Нет, под видеозапись, чтобы можно потом всплантировать для того, чтобы показать конкретный наглядный видеоролик о том, как походят судебные заседания, какие выносятся решения. Потому что вот на протяжении длительного времени мной заявлялись ходатайства, и вот уже совсем другое дело в отношении меня рассматривается, я дублирую то же самое ходатайство. Я все-таки надеюсь, что я достучусь до судьи в данном судебном заседании, это будет наглядным примером для судьи Мороз, для судьи Кузнецовой, для судьи Хуторцевой и так далее. Я говорю о том, что, как говорится, это мое право, его ограничивать просто так, на основании того, что я хочу, нельзя, о чем неоднократно говорил Верховный суд, даже вынес отдельное постановление под номером 35. Очень подробно я все сказал, даже вот в данном ходатайстве заявления я прям подчеркнул, выделил нужные моменты, прошу обратить на них внимание. Ну, Владимир Владимирович, я же его получил еще до того, как мы с вами проследовали за судебное заседание, поэтому я, конечно, посмотрела ваше количество. Даю разрешение осуществлять видеозапись, но только прошу на протяжении первых 15 минут ее осуществлять. Чем связано такое ограничение по времени? Ну, просто тем, что, извините, а смысл вам все заснимать? Вам для видеоролика вполне достаточно. А давайте я вам зачитаю. Вот последний абзац моего ходатайства. Значит, из системного толкования вышел упомянутых норм права, и в их взаимосвязи следует, что осуществление видеозаписи хода рассмотрения дела является правом, для реализации которого хотя и необходимо получить разрешение судей, рассматривающего дело, однако при этом лицо, желающее осуществлять видеозапись в ходе рассмотрения дела, не обязано обосновывать или иным образом объяснять свое желание, реализовать свое право и доказывать целесообразность осуществления такой видеозаписи. Уважаемый суд, как бы, Верховный суд не просто так это говорит. Ну, смотрите, я не хочу оправдываться там, почему мне надо, почему вот там 15 минут. Я вообще говорю, что видео будет, может быть, час, а нарежу я там 5 минут. А может, вообще я посмотрю, неинтересно, понимаете, и вообще не пойдет в эфир мой видеоролик. Все зависит от того, как у нас сейчас будет проходить все. Понятно. Ну, собственно, Владимир Владимирович, хорошо, ради Бога. Мне, как говорится, не впервые уже сталкиваться с тем, что у меня видео ведется. Поэтому я, как бы, не возражаю. Только единственная просьба, я-то, как говорится, лицо публичное, назовем так, ну, судьи в силу своей работы. А вот мой помощник не относится к этой категории, поэтому, если уж на то пошло, можете поставить ваши камеры. Вы можете проверить, как я это сейчас все сделаю. Не на помощника попадало. Владимир Владимирович, рад, что вы у меня благополучно перешли на стадию ходатайств. Насколько я помню, вами уходатайств, вернее, в вашей жалобе выражалось ходатайство, как же, о вызове и допросе свидетелей Попылевой и Сойной. По крайней мере, так это выглядит. Так или нет? Да, уважаемый суд, я исхожу из того, что раз суд опирался на их показания и почему-то сделал вывод о наличии самого события правонарушения, ссылаясь на эти показания. Значит, он в них усмотрел показания против меня, подтверждающие, что я что-то совершил. Соответственно, отсюда я делал вывод, что они дали заведомо ложные показания и должны быть привлечены к административной ответственности по статье 17.9. Потому что, как у меня подробно изложено, я еще поясню, что никакого административного правонарушения я не совершал. Нету даже события, что подтверждается теми же самыми видеозаписями, которые суд изучал. Мне просто поражает абсурдность выводов. То есть судья видит одно, вывод делает другие. Вывод делает о том, видит, что я был надлежащим образом извещен, и в то же время делает вывод, что я был надлежащим образом извещен. Это насколько, извиняюсь за выражение, нужно вот так вот неуважительно подходить к своей профессии, когда очевидное, искажать до такого состояния. Вы наверняка видели, что я получил извещение на составление протокола уже после того, как протокол был составлен. Это грубейшее процессуальное нарушение. Вот только по этому основанию судья должна была вынести постановление о том, что моя вина не доказана в связи с тем, что протокол это недопустимое доказательство. Но, к сожалению, она этого не сделала. И более того, начала рассматривать дело по существу и приняла во внимание какой-то акт обнаружения правонарушения, который вообще по актам никак не предусмотрен. Это очень странно. Почему такая статья возбуждается в течение какого-то длительного времени, только на основании какого-то ролика в Ютубе? У нас очень много роликов в Ютубе, но почему-то у нас никто не возбуждается по этому поводу. На видео четко видно, что я не превозживожу никакую видеосъемку. Владимир Владимирович, я прошу прощения, но вы сейчас уже уходите в пояснение по существу, а я все-таки... Я считаю, что нужно их допросить. А что они нам должны пояснить? Они должны пояснить и сказать, что я не ввел видеосъемку. Хотя это очевидно, но раз судья делает вывод абсолютно другой, значит, мы должны услышать, чтобы они на прямой вопрос сказали, ввел я видеосъемку или нет. Они были допрошены, то у мирового судья? Я не знаю. Я не присутствовал ни при составлении протокола, ни при рассмотрении дела. Согласно постановлению, они были допрошены. То есть материал это делал, вы знакомились с решением? Да, я говорю, что они были допрошены, есть там их показания, и суд ссылается. Я так думаю, что они были допрошены, но не могу сказать, я не присутствовал там. Понятно. Но судья ссылается на их показания, я поэтому и выдержки их и делаю, привожу. Я поняла, Владимир Владимирович. Так, защитник, что думает по клубу домового ходатайства? Я поддерживаю, но Владимир Владимирович был проконсультирован, так что он в полной мере поздравляет. Так, ну, соответственно, по поводу данного ходатайства суд удаляется для его разрешения. Я без проблем разрешает видеофиксацию. Это просто здорово. Причем она еще до того, как я стал ей вставаться, да, вот, она сказала, что да, любви. Типа, она хотела уже сказать, что разрешают, потом ты стал рассказывать полностью про свое ходатайство. Ну, 15 минут. А почему 15 минут? А почему не 5? То есть разрешаешь, ограничение срока невозможно. Понимаешь, вот это как раз доказывает то, что из тех 4-х доводов, по-моему, которые я привел, 5-й довод, что требования судьи должны быть законными. Незаконное распоряжение судей я могу не выполнять. То есть если судья мне скажет отжиматься, я не буду отжиматься, потому что я понимаю, это незаконно. Если судья говорит не производить видеосъемку, а я, ну, она незаконно это отказывает, потому что она не приводит те доводы, по которым она может отказать. Единственный участник был Спицевым, я был защитник. Ничьи интересы не затрагиваются. В разъяснении Верховного суда четко сказано, в каких случаях может быть запрет. Все, там нету этих случаев, она не перечислила. Ссылка на то, что ведется аудиопротокол, так это, ну, точнее не аудиопротокол, а аудиозапись нами самостоятельно. Это не имеет никакого значения. Они понимают, что видео люди воспринимают по-другому. Во-первых, будут их видеть лица, видеть всех, как она, ее, помимо того, что голос и лицо, ее движение, там, мимика. Сейчас прекрасно будет понятно, на какой она стороне изначальное поведение. Ну, они боятся этого всего. Кстати, обратите внимание, еще какой плюс. Первое судебное заседание в Октябрьском суде происходит в зале судебного заседания. Ого, да. Это первое. А все в кабинетиках, в кабинетиках. И зал тут есть, никаких проблем нет. Смотри, то есть заранее нам разрешили видеосъемку вести, предоставили зал судебного заседания. Надежда, что как бы решение будет в нашу пользу. Хотя тут, по-моему, очевидно. Оглашается определение. 5 октября 2023 года судья Октябрьского районного суда города Мурманска Шуминово рассмотрели в рамках рассмотрения жалоба Манайова Владимира Владимировича на постановлении мирового судья судебного участка номер 5 Октябрьского судебного района города Мурманска номер 5, 497, дробь 2020-30 августа 2023-го. По делу об административном правонарушении предусмотрено частью 1 статьи 17.3 Кодекса Российской Федерации в административных правонарушениях, ходатайство заявителя о вызове и допросе свидетелей установил. Октябрьский районный суд города Мурманска поступила жалоба Манайова на постановление мирового судья судебного участка номер 5 Октябрьского судебного района города Мурманска номер 5, 497, дробь 2020-30 августа 2023-го, в котором он признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотрено частью 1 статьи 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Мамаева заявлено, ходатайство вызовет опрос в качестве свидетелей сотрудников судебных приставов ОПДС Попылевой и Сойной. Суд, выслушав заявление, приходит к следующему. Согласно частью 1 статьи 25.6 Кодекса Российской Федерации в административных правонарушениях, в качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению. В данном случае указанные лица были допрошены в качестве свидетеля мировым судьей. Их показания отражены в постановлении. Основания для повторного вызова и допроса не имеются. На основании изложенного руководства статьи 29.4 Фодекса Российской Федерации в административных правонарушениях судья определил отказать в удовлетворении ходатайства Мамайова Владимира Владимировича в вызове в допросе свидетеля Попылева и Суиной. Объясню еще, к тому же, помимо того, что изложено в письменном виде, что, господа Попылевых и Суиной допрошены, и показания отражены, соответственно, суд будет анализировать то, что у нас имеется в материалах дела. Так, собственно, Владимир Владимирович у нас подал в жалобу, и в этой жалобе указал следующее, что он не согласен с вынесенным постановлением, поскольку мировым судьей неправильно оценены те обстоятельства и факты, которые имели место быть в сентябре 2023 года. Ну, не в сентябре, извините, прошу прощения, ты уже не туда посмотрела. Оценены при событиях, которые имели место быть в рамках судебного заседания при рассмотрении жалобы на постановление ГИБДД. Именно на сотрудников ГИБДД. То есть, самой-то жалобы не очень понятны. И, соответственно, полагает у нас Владимир Владимирович, что в данном случае необоснованно приняты во внимание, так сказать, те факты, на которые ссылается мировой судья. Им дана ненадлежащая оценка. Свидетели дали, так скажем, недостоверные показания. Ну и, соответственно, нет доказательств того, что именно сам господин Малаев и его видеозапись судебного заседания, которая в дальнейшем была размещена на его YouTube-канале. Ну и, соответственно, полагает в данном случае, что постановление является необоснованным, незаконным, просит его отменить, поскольку имеется неустранимое сомнение в его виновности и ссылается на статью 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также просит восстановить срок обжалования данного постановления. Собственно, это вкратце суть самой жалобы. Так, Владимир Владимирович, ну, соответственно, я думаю, жалобу вы слою, естественно, поддерживаете? Да, поддерживаю. Ну, пожалуйста, что желаете? Ух, поясни, пополнительный. Значит, у меня доводы изложены в четырех пунктах. Пятый я дополню. Сейчас коротенько по каждому пункту. Значит, самым первым пунктом я выделяю то, что протокол был составлен в моем отсутствии. То есть, привлечение к административной ответственности допускается только в строго установленном порядке. То есть, должна соблюдаться процедура. То есть, если лицо, в отношении которого составляется протокол, не был надлежащим образом извещен, и протокол был составлен в его отсутствие, то данный протокол считается недопустимым доказательством и не может принимать своего внимания при рассмотрении дела. Судом первой инстанции было установлено то, что уведомление о составлении протокола, приглашение на составление протокола, либо о рассмотрении вопроса о составлении протокола, мной было получено уже после того, как был составлен протокол, что свидетельствует о том, что я не был надлежащим образом извещен. Это основополагающий момент. При этом судья ссылается, что ко мне якобы кто-то приходил. Уважаемый суд, Верховный суд давал разъяснения, статьи Куав содержат конкретные доводы, каким образом происходит вручение извещений. Они могут производиться любыми способами, которые позволяют именно доставить, продемонстрировать и подтвердить данное вручение. Соответственно, если кто-то кому-то там через закрытую дверь с кем-то общается, это ненадлежащее вручение. Я вот за себя отвечаю и всем я говорю, своим родным, близким, знакомым, чтобы никому посторонним дверь не открывали. То есть есть определенная процедура. Направляется за данным письмом, либо там наручным вручается, курьером, как угодно. Но это должно быть подтверждено соответствующими доказательствами. А если кому-то там дверь не открыли, и они считают, что они кому-то что-то вручили, я считаю, что на это даже нельзя ссылаться в постановление мирового суди, потому что это не под условными нормами КОАП, такое вручение. Ну, то есть это не вручение. Более того, как следует из материала, все-таки мне было направлено, как положено, извещение, заказное письмо, его номер есть, трек. Трек-номер, под которым можно следить, когда оно было отправлено, когда оно было вручено и тому подобное. То есть никакой спешки не было в том, чтобы заранее дать мне возможность на получение заказного письма, тем более с такими короткими сроками, с недельным хранением, то есть это судебное извещение. Соответственно, ну, сделали бы там, допустим, в ряду, через неделю, там, несколько дней составление этого протокола, а не как, что вот сегодня они делают уведомления и направляют, что послезавтра будет составляться протокол. То есть они изначально уже заложили невозможность мною получения данного извещения. То есть им и не нужно было мое присутствие, потому что они прекрасно понимали, что событий, как такового правонарушения, с моей стороны нет, что подтверждается материальными делами. Это то, что касается первого довода. Теперь по второму доводу. Именно по существу суд не принял во внимание, что сами материалы, которые суд изучал, они свидетельствуют о том, что мне судья не давал никаких распоряжений, которые бы я не выполнил. Более того, я специально привел дословно с указанием тайм-кодов, кто какие слова говорил. После первого уже требования судьи выключить... Ну, давайте я вам просто зачитаю. Пожалуйста. Судья, значит, спрашивает, хататайство, видео, видеозапись у вас в письменном виде заявлена? Спрашивает мне. Я говорю, да. У вас на краю строго стоит телефон. Это что? Я отвечаю, да. Это для того, чтобы как раз вести с помощью телефона видеозапись. Судья спрашивает, сейчас ведется в суде видеозапись у вас на телефон? Я отвечаю, сейчас посмотрю. Ну, дальше я смотрю и выключаю телефон. Дальше судья говорит, уже все, записи нету. Сделали действие, вероятно, отключив видеозапись, которая у вас велась. Я отвечаю, уважаемый суд, я веду видеофиксацию и аудиофиксацию с разрешением суда. И дальше, если мы смотрим видеоролик, нету видеозаписи. Судья удаляется, ну, из этого, из зала судебного заседания для того, чтобы разрешить мое ходатайство о ведении видеофиксации. Все, в момент перерыва, было произведено включение видеозаписи. Но вопрос возникает, кем было произведено включение видеозаписи? Слушателям, ну, присутствовал слушатель. Автоматически это было. Ну, многие знают прекрасно, и у меня на телефоне есть такая функция, и она всегда включена, что он включается по слову запись. Ну, в андроиде есть такая функция, ну, просто, более того, есть возможность включать дистанционно путем нажатия на стилус. То есть, ну, у меня ноут 20 ультра, то есть, у него есть такой стилус, там тоже можно включать. Я хочу обратить внимание, что КОАП не предусматривает ответственность людей, которые, так называемые, соучастники, да, которые в рамках, допустим, уголовного процесса, уголовного кодекса. Нет такого понятия соучастия. Предположим, даже если я знал, что слушатель, предположим, включил видеозапись, но это его ответственность, это должно быть ему замечание, и так далее, и так далее. То есть, меня никто не ловил, что я там что-то нарушил, никакие требования не предъявлял. То есть, просто производилась видеозапись, о которой я, в принципе, тоже не знал. Это потом я уже обнаружил, после того, как судебное заседание закончилось, что у меня, допустим, имеются такие видеозаписи. То есть, умысла как такового не было, и именно то, что я оказывал воздействие на органы включения, тоже в материалах дела этого нет. То есть, это вот важный момент, что в суде не были предоставлены доказательства, подтверждающие, что именно я производил видеозапись. Более того, на видео видно, что запись произвожу не я, потому что у меня в руках ничего нет. На видеозаписи видно, что и на аудиозаписи видно, что судья мне никаких требований не выдвигает. Более того, судебный пристав проверял, ведется видеозапись или нет. Ну, я не знаю. Я не верить судебному приставу тоже не могу. Он посмотрел, сказал, что нет, не ведется. Он сообщил судье, сообщил всем присутствующим. Мы продолжили просмотрение дела. Это первый момент. Теперь следующий довод. Сам факт, как было обнаружено правонарушение. Это не было выявлено в зале судебного заседания, где четко, допустим, судья запрещает видеозапись, а я говорю, что нет, допустим, я буду вести видеозапись. Этого не было. То есть, факт, якобы, совершение мной какого-то правонарушения был основан на предположениях о том, что была обнаружена видеозапись где-то в сети интернет. Опять же, мы можем говорить все, что угодно, но должны быть доказательством, что это мной было выложено. Даже если это выложено мной, это не образует состав правонарушения, потому что выкладывать мне записи никто не запрещает. Мне любой человек может, я и чужие записи могу выкладывать, в том числе, зная о том, что они, предположим, получены способом, не совсем правомерным, запретом судьи. То есть, здесь нет никакого правонарушения. Судья мне не запрещал выкладывать в интернет, и он не имеет такого права. То есть, 17.3 не предусматривает возможность запрещать выкладывать какие-либо вещи, видеозаписи в интернет. Судья может только давать какие-то указания в рамках судебного заседания. То есть, это тоже очень важно. И следующий довод о том, что суд должен вдавать законные распоряжения. Ведь у меня предварительно было подано очень подробное ходатайство со ссылками на разъяснение Верховного суда, которое вы в данном судебном заседании также зачитали. И удовлетворили мое ходатайство. То есть, требование судей, в первую очередь, должно быть законным. Если оно не мотивированное, не обоснованное, то, в принципе, оно не подлежит выполнению, потому что судья может давать любые распоряжения, как, в принципе, судья Хуторцева и сделала. Она у меня в другом судебном заседании спросила, вы ведете видеозапись, хотя, видя, что я видеозапись не веду, я сказал, что воспользуюсь 51-й статьей Конституции. За то, что я воспользуюсь 51-й статьей Конституции, она мне выгнала, как защитника из зала судебного заседания. Понимаете? То есть, это грубейшее, на мой взгляд, злоупотребление судьей своими полномочиями. Никто не дал право судье себе так вести. С учетом того, что я до этого говорил, что запись я не веду, а потом она, видимо, опасаясь, что запись все равно ведется, там каким-то образом, и когда я сказал 51-я статья Конституции, это ее, видимо, очень сильно возмутило, и пошло на то, что судебными приставами меня удалили из зала судебного заседания защитника. Поэтому я считаю, что дело должно быть прекращено в связи с недоказанностью совершения мной административного правонарушения и в связи с тем, что в материалах дела нет документов, подтверждающих какую-либо виновность, как минимум даже протокола, который оформлен надлежащим образом. Поэтому прошу постановление мирового судьи отменить и производство по делу прекратить в связи с отсутствием события правонарушения с моей стороны. Нелалас Владимир Владимирович, значит, у меня к вам будет несколько уточняющих вопросов. То есть я правильно вас понимаю, вы считаете, что, ну, во-первых, да, протокол недопустимое доказательство об административном правонарушении, поскольку вас не уведомили заблаговременно дать времени в мистину составления? Да, я не знал. Не знал. Я узнал только, по-моему, там, ну, там, первый август, когда я получил, я пришел, и более того, я когда прочитал, там написано так, что, как говорится, не будет составляться протокол, а будет решаться вопрос о составлении протокола. То есть, в принципе, даже если бы я своевременно получил этот документ, как бы я мог быть введен в заблуждение и тоже не приходить, потому что там не было конкретики, что приходите, будут составляться протоколы. То есть, вот тут тоже им надо как-то формулировки менять, вот, чтобы в будущем не было каких-то непониманий в этом отношении. Протокол когда был на вас составлен, как? Сейчас посмотрим, я сейчас по памяти не помню, давайте посмотрим. 25 июля? Правильно я понимаю? Ну, наверное, да. А вы говорите, что вы получили уведомление, какого числа? Все-таки на протокол-то получали вообще в целом-то или нет вообще? Я получил сразу же и извещение на составление протокола и сразу же протокол. То есть, я когда пришел на почту, я получил то и то. Ну, сейчас я посмотрю, посмотрите, пожалуйста. А, 1 августа. Влечено адресату. А то и то было, 1 августа. Да, я 1 августа все получил. Там был и протокол, и мое приглашение на составление этого протокола. Вот я их получил, думаю, ну тут очевидно, по-моему. Ну, судья должна была это учесть и просто как бы вынести решение, постановление в мою пользу, потому что нарушен порядок. А когда я узнаю, оказывается, что судья это все проигнорировала, для меня это очень удивительно было. Так, еще один момент. Вы говорите, что вам не давали распоряжение, которое вы бы не выполнили, да? Да, именно так. Ну, то есть, я правильно понимаю, что давайте сейчас вот точно, чтобы, как вы говорите, точный формулировал. Соответственно, вы прекратили вести видеозапись? Да, это зафиксировано на видео, это же видно. Смотрите, как все было. До начала судебного заседания, ну, я общался там, подготовил все для того, чтобы сейчас вот вручить ходатайство. Судья предполагалось, что должно было удовлетворить это ходатайство, потому что это очевидно, но с моей точки зрения на тот момент было, что ходатайство будет удовлетворено. И я уже, все уже настроено, чек-клончик нажимаем, и мы продолжаем процесс. Соответственно, во-первых, судья зашла неожиданно, процесс начался, все. Дальше, как говорится, судья спрашивает, вы ведете видеозапись? Я, как бы, ну, не знал, ведусь, не знал, мог на кнопку нажать. Я посмотрел, что, допустим, ведется видеозапись, и сразу же выключил. И это зафиксировано. Вот я же и говорю, что вот тайм-код 3.43 по 4.09. То есть, я пишу с самого начала, то есть, вводные данные ведется, и видео, и аудиозапись. О том, что на телефон делась видеозапись, я не знал. То есть, я пишу звук, ну, стараюсь в разных точках, для того, чтобы, потому что, когда запись пишется с одной точки, недостаточно слышно от других. Ну, понятно, сведение звука, это тоже поняла, о чем вы говорите. Соответственно, я пишу на разные источники, чтобы потом уже эти звуки объединить, и, допустим, кого-то отключать, кому-то подключать, ну, то есть, чтобы звук был, большая площадь была для того, чтобы записать. И дальше судья сама обращается ко мне и спрашивает, ходатайство о ведении видеозапись у вас в письменном виде заявлено? Я не подтверждаю, что в письменном виде. То есть, я достаю вот этот вот ходатайство, все. Говорю, да. Судья, у вас на краю стола? Она уточняет, что у меня на краю стола стоит. Я ей объясняю, что да, это для того, чтобы как раз вести с помощью телефона видеозапись. То есть, я ей поясняю. Она мне дальше спрашивает, сейчас ведется в суде видеозапись у вас на телефон? Она мне спрашивает. Я ей отвечаю. Сейчас посмотрю. И вот я стопочках пишу. Телефон переводится в режим диктофона. Все, дальше видеозапись, все, отключена. По большому счету, она даже не делала указания у меня выключить. Я просто взял и выключил. Все. Дальше идет процесс, видеозаписи нет никакой абсолютно. Идет только звук. Звуковая дорожка. Ну да, картинка, заставка стоит. Ну, это не движение, это просто картинка. Идет звук. Потом судья удаляется на разрешение ходатайства вот этого. О ведении видеосъемки. Ну, надолго она ушла. По тайм-коду видно, что в 5.20 по тайм-коду, ну, понятно, что там больше времени прошло, потому что там монтаж много выряжается, там понятно, что это нет. Вот. И там уже, ну, делается вставка, где я просто там разговариваю с приставами, там, слушатель слушает. Ну, просто так видно даже, что я не полностью в кадр получаюсь. Полчеловека, минуту там отрезано, вот все. Там эмоционально что-то рассказывает. То есть, эта видеозапись мог включить слушать. Это мог, запись была автоматически включиться на слово запись. Ну, то есть, ну, как угодно это могло быть. То есть, я не обязан доказывать, что я включал, либо не включал. Ну, я поняла. Владимир Владимирович, так, это понятно. Давайте дальше. Затем, ну, вы говорите, что вас, скажем, не очень устраивает способ выявления самого правонарушения. Полагаете, что необоснованно было таким образом зафиксировано, правильно? Конечно, уважаемый суд, я, ну, достаточно неплохо знаю кодекс административных правонарушений. Я знаю, что составляются некие акты, там, допустим, при выявлении каких-то налоговых правонарушений. То есть, конкретно производится какая-то проверка и составляется акт. Ну, в данном случае это вообще КОАПом не предусмотрено. Ну, понимаете, ну, и что, что мы, ну, и то, что судебный пристав что-то в интернете увидел. И что теперь? Ну, вы знаете, сколько в интернете видеороликов судебных заседаний? И что нужно по каждому составлять акт и возбуждаться, я не знаю, по поводу административного дела? У нас что, деньги больше некуда тратить? То есть, ну, явно какая-то заинтересованность каких-то судебных приставов, которые якобы это выявили. Выявили что? Ролик в интернете. Так вы должны не ролик в интернете выявить, а выявить сам факт правонарушения, а именно, что судья дает распоряжение, и в ответ на распоряжение идет отказ. То есть, какие-то должны быть активные действия. Судья должен что-то запрещать, допустим, ну, участник процесса, он отказывается выполнять распоряжение судьи. Ну, никакого распоряжения не было. Так, ну и, соответственно, Владимир Владимирович, последнее, насколько я могу понять, это то, что вы утверждаете, что все-таки в данном случае вы полагаете, что сам запрет введения видеозаписи не соответствовал прибыли действующего законодательства. Да, я просто обращаю внимание на то, что не каждое распоряжение судьи является законным. Поэтому ответственность предусмотрена только за невыполнение законного распоряжения. Поскольку судья, ну, я исхожу из того, что не было никаких распоряжений, но даже если исходить из того, законно-незаконно было распоряжение судьи, обращаю внимание, что мной была проделана вся необходимая процедура. То есть мной было заявлено письменное ходатайство. Это очень важно. То есть это было, скажем так, санкционировано судьей. А дальше судья уже на свой, ну, скажем так, страх и риск начинает действовать незаконно. По большому счету она обязана разрешить вопрос. По словам разрешить вопрос подразумевается не в плане запретить либо разрешить, а в плане разрешить с точки зрения рассмотреть вопрос, заслушать мнение других участников процесса, если они есть. В том процессе не было никаких участников процесса, кроме моего доверителя, я как защитник. То есть в данном деле спор идет в отношении, даже не спор, а административное дело рассматривалось в отношении моего доверителя, который, в принципе, сам желал для того, чтобы объективно под видеозапись все было зафиксировано. Потому что у нас сложилось устойчивое впечатление, что в мировые судьи, в районном суде идет покровительство тех сотрудников полиции, которые, на мой взгляд, я в этом убежден, я надеюсь, это докажу, совершили преступление, совершили побои в отношении моего доверителя. На данный момент постановление мировым судьям вынесло, Кузнецова вынесло, естественно, мы его будем обжаловать, потому что оно очевидно, на мой взгляд, неправосудное. Вот как вот это дело, которое сейчас мы рассматриваем, очевидно, неправосудно, так и то дело, очевидно, неправосудно. Потому что там есть разъяснение Верховного суда точно так же, где суд Верховный говорит, что если там нету там то-то, то-то, то вот то-то, то-то. Судья говорит в своем постановлении, что это другое дело. Ну как другое дело? Дело-то может быть и другое, но суть одна и та же. То есть, понимаете, на мой взгляд, сложилось впечатление, что идет какое-то умышленное, вопреки здравому смыслу, законодательству, вынесение решения только, чтобы что-то доказать кому? Мне, моему подзащитному. Зачем это делать, я не понимаю. То есть, я исхожу из того, что видеосъемка может быть только запрещена строго в тех случаях, как говорит Верховный суд. Вот я могу, как бы, сейчас сказать, зачитать, я специально выделаю. Не допускается ограничение открытости и гласности судопроизводства права на получение информации о деятельности судов по неподосмотренным федеральным законам основаниям. То есть, Верховный суд обращает внимание, что только в случаях, если это предусмотрено федеральным законодательством, могут быть вот эти ограничения. Только в этих случаях. Более того, я ссылаюсь на то, что несоблюдение требований о гласности судопроизводства в ходе судебного разбирательства свидетельствует о нарушении судов норм процессуального права является основанием для отмены судебных постановлений. То есть, даже так вот суд Верховный говорит, что вот даже вот скрытие вот этих вот возможностей произведить видеофиксацию может даже привести к отмене постановлений. Это суд уделяет этому, Верховный суд уделяет очень большое внимание. Это принципиальный вопрос. Это именно вот эта видеозапись, вот эта возможность участвовать слушателям, там, проводить трансляцию и тому подобное, говорит о том, чтобы у людей было доверие к суду. А когда изначально запрещают это, когда дело резонансное, когда много видеозаписей на эту тему размещено, как на видео видно, как сотрудники полиции причиняют побои моему доверителю, когда вот это все происходит, и судьи с самого порога начинают запрещать видеофиксацию, что они пытаются скрыть? Наоборот, нужно показать, показать, как дают показания эти свидетели, потому что на дозоре одна информация, свидетели дают другую информацию, другой свидетели дают противоположные показания. Это нужно людям показать, чтобы Следственному комитету было проще привлекать их к ответственности. Вот я считаю, что моя деятельность, в данном случае, неважно, кто снимает, публикация в сети интернет, никак не может каким-то образом пресекаться. Я понимаю, что, может быть, судья Хуторцева себя вела недостойно, на мой взгляд, в судебном заседании, и это было на видео зафиксировано. Конечно, она заинтересована, чтобы эта видеозапись не попала в сеть, но она попала в сеть. И я должен обратить ее внимание на то, чтобы теперь они сделали соответствующие выводы, все люди, которые смотрели это видео, в комментариях говорят сами за себя. У нас есть право, как Верховный суд сказал, есть законодательство федеральное, то есть право на получение информации, гарантированное частью 4 статьи 29 и статьей 18 Конституции Российской Федерации. А также есть, значит, право на получение и фиксацию информации о деятельности судов в форме информирования о ходе судебного разбирательства, гарантированное мне статьями 8, 9, 12 Федерального закона об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации. То есть и Конституция, и Федеральный закон, все говорит о том, что судьи, не бойтесь, не скрывайтесь, как бы вы, должностные лица, вы должны открыто вершить суд и показывать, тем более, резонансное дело. Там дело такое, связанное с употребнением алкоголя, отказом от медицинских деятельствования, с превышением полномочий и сотрудниками полиции. Как раз нужно показать, показать нужно честный суд, который объективно рассмотрит материалы дела и вынесет обоснованное решение. Владимир Владимирович, тогда еще один вопрос, будьте добры, ответите. Собственно, я уже поняла, что Вы, в принципе, говорите, что видеозапись Вы не вели на тот момент, о котором идет речь, поскольку... Ну, у меня вопросов уж точно не было. По крайней мере, как говорится, она целенаправленно, ее не осуществляли, скажем таким образом, потому что... Вот так. И, собственно, у меня тогда вопрос будет. На тот момент судью уже было сказано о том, что она запрещает производить видеозапись. Можете мне ответить на этот вопрос? Друзья, суд, вот когда она это сказала, вот в самом начале я выключил и все. Я больше не включал. Вот это в самом начале было. То есть это... Ну, я правильно понимаю, что это прозвучало еще до того, как рассматривалось Ваше ходатайство о производстве видеозаписи? Да, да. Я же говорю, вот я же указываю, что ведется видеозапись, аудиозапись, нет судебного заседания. Дальше судья заходит, открывается судебное заседание, вот, и потом судья задает вопрос, что у Вас стоит на столе? Я говорю, вот, это для того, чтобы ввести видеофиксацию, вот ходатайство. Все, дальше у нас ходатайство уходит, а, в смысле, даже не уходит, я выключаю. Все, то есть с первого же ее слова, когда я посмотрел, что ведется видеозапись, ее выключил, все на этом. А к слушателю судья обращалась в тот момент? И к слушателю тоже обращалась, насколько я помню. Ну, и суть ее обращения в чем выключилась? Можете сказать? Ну, тоже про видеосъемку. Тоже про видеосъемку? Да, про видеосъемку. Не, ну, слушатели тоже были соответствующие, ну, инструменты, телефоны в руках и все остальное, поэтому это, да. Судья очень волновалась за то, что она может попасть на экран, поэтому она неоднократно всем говорила, присутствующим. Более того, я же отмечаю это, что каждый раз, когда она заходила, она просила проверить. Пристав проверял, я не знал. То есть, вы понимаете, пристав, если проверил, как бы, что телефон, допустим, не включен, ну, все, значит, не включен. Уж как он проверял, что он проверял, я не знаю. Если бы он сказал, что да, ведется видеосъемка, и мне бы судья сказала, выключите, естественно бы я выключил, если бы я знал, что ведется видеосъемка. Но пристав говорит, что видеосъемки не ведется, я откуда знаю, ведется, но не ведется. В руках у меня ничего нет, я ничего не снимаю. Ну, понятно. Я поняла. Так, ну, собственно, у меня нет к вам вопросов, Владимир Владимирович, на данный момент. Просто, понимаете, я просто хочу обратить внимание, ну, если бы у меня хотя бы поступило какое-то распоряжение, там, ну, там, уберите телефон, там, или еще что-то, понимаете? Я... Не было вообще никакого диалога на эту тему. Все, вначале мы решили этот вопрос, я выключил телефон, и все на это. А дальше приставы проверяли, и все. Ничего не было, никакого диалога не было на эту тему. Все прошло судебное заседание. Потом я смотрю, как бы, ну, есть, есть. Есть и есть. Ясно. Так, ну, собственно, как я уже сказала, Владимир Владимирович, у меня к вам вопросов нет. У защитника есть вопросы? Нет, нет. Тогда, Владимир Владимирович, можете присесть. Собственно, защитник, желаете что-то сказать? Да нет, в полномерии сейчас скажу. Угу. Хорошо, присаживайтесь. Так, ну, собственно, что у нас имеется в материалах дела? Определение значений к рассмотрению, определение передачи по подведомственности, протокол в миссии активного правонарушения, составлен 25 июля. Так, далее. Акта в обнаружении правонарушения 25 июля 2023 года. Так, далее. Объяснение свидетеля Попылева. Есть необходимость соглашения, Владимир Владимирович? Уже, я в своей жалобе коротенько дословно цитату взял, но там какая-то такая фраза, я вообще не понимаю, почему судья из этой фразы делает вывод о том, что мне было какое-то распоряжение, которое я не выполнил. То есть там и приставы как-то так туманно отвечают, непонятно. Ну, я сейчас немножко не об этом. Есть необходимость оглашать? Нет, нету необходимости. Присаживайтесь. Так, далее. Объяснение свидетеля Сойины. Соответственно, тоже вопрос задал Владимир Владимирович. Нет необходимости. Не нужно оглашать. Познакомьтесь с ними. Так, ну, соответственно, копия паспорта Владимира Владимировича присутствует. Далее. Так, направление материала для составления протоколов. СССР, складительное письмо. Далее. Заявление, ходатайство, копия о разрешении видеозаписи. Заверенное с материала дела определение 8 июля 2023 года выносилось судьей о том, что отказано в удовлетворении заявления о введении видеозаписи судебного заседания по МАИ Владимиру Владимировичу. Далее. Протокол судебного заседания по делу номер 12-204-2023 от 8 июля 2023 года. Есть необходимость оглашать, Владимир Владимирович, данный протокол? Нет необходимости. Я все ознакомлюсь, копия материала, где вы у меня есть. Хорошо, присаживайтесь. Далее. Ну, собственно, распечаток, я понимаю, скриншота с YouTube-канала. Владимир Владимирович, но я все-таки вынуждена задать этот вопрос. Мамаев, вот подойдите, пожалуйста, я, конечно, не сильна в этих всех сокращениях. Мамаев, про или что? Вот так правильно звучит этот скриншот с вашего, получается, YouTube-канала? Ну, уважаемый суд, я понимаю, да, давайте... Я вижу Мамаев, вот я и спрашиваю. Уважаемый суд, кому принадлежит канал, кто выкладывает ролики, я считаю, это не имеет отношения к делу. И более того, я считаю, что могу ответить в 51-й конституцию. Владимир Владимирович, ваше право воспользоваться. Я сейчас немножко не о том, я о том, что вот это... Я правильно понимаю, что вот это вот YouTube-канал, который вот распечатка с этого YouTube-канала? Видеозапись взята с этого YouTube-канала, который на компакт-диске, и которые тайм-коды я ссылаюсь и дословно стенографирую, именно, какие слова кто что говорил. Ну, понятно. Ну, я предполагаю, что именно оттуда взята информация. Ясно. Так, далее, присаживайтесь с заявлением по разрешению снятия копии видеозаписи, так, акта копирования видеозаписи YouTube-канала, выставляет сультант информатизации, секретарь подписывается на заседание, правила пребывания посетителей в октябре, в суде города Мурманска, утверждены приказом председателя. Расскажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, собственно, вам известно о том, что в здании суда запрещено использовать, кроме мобильных телефонов, пейджеров и прочих средств, за включением функций аудиозаписи. Уже на тот момент не было извещено, если вы обратили внимание, как у нас началось сегодня судебное заседание, у меня все телефоны лежали, они были готовы, но лежали опущенными объективами вниз. На тот момент судья не делал мне какие-то замечания, просьбы, пожелания, требования, чтобы я куда-то там переставил телефон, убрал и тому подобное. То есть я говорю, для меня это было неожиданно, что так произошло, что на телефон что-то записалось. Ну, опять же, правила данные у нас размещены, насколько мне помнится, на футу в суд. Никто мне не ознакомился с этими правилами. Вы сами это не читали? Так, разумеется, даже если я когда-то что-то читал, я не могу это помнить, как бы, я так полагаю, что каждое судебное заседание, те или иные правила разъясняются, потому что я сейчас, если выйду из данного судебного заседания, пойду в другое заседание, мне точно так же будут разъяснять права. Это такая процедура, это нужно обязательно делать, потому что иначе как можно предъявлять какие-то требования, если человеку не разъяснены права. Человек имеет право ошибаться. Если бы судья, я повторюсь, если бы судья сделал конкретное указание Владимиру Владимировичу, берите там телефон куда-то, более того, я вам хочу обратить внимание, что в другом, в следующем судебном заседании именно так и поступило. Я сразу же достал телефон из кармана, это в следующем ролике, и положил на стол. Вот вы, может, не смотрели эти видеозаписи, то есть точно так же Хуторцева говорит, что у вас в кармане. Я говорю, телефон, она говорит, ну уберите, ну типа положите. Все, убрал, вопросов нет. Но идет, ну картинка идет, сайт идет, аудио вот это все, то есть видео нет. Это как раз то судебное заседание, когда я сказал, что я уже телефон положил, я нам не говорю, вы ведете видеозапись, ну уже себя, уже осталось только штаны, извиняюсь за выражение, снять, и сказать, что ну я нету ничего. Ну конечно, я со своей стороны сказал, что я восстановлю 51-ю статью, потому что одни и те же вопросы, вы идете и ведете видеозапись или нет, я соответственно говорю, нет, не веду. Потом он уже не выдержал, сказал 51-ю статью Конституции. И тут она меня, за то, что я восстановлю 51-ю статью Конституции, говорит, а, значит, вы ведете, судебный приступ удалите ее защитников. Ну это смешно, казалось бы, да? Без видео люди оценили данное поведение судей. Без видео. Понятно. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, далее у нас тут чеки прилагаются на это, подозреваешь, тут у нас подтверждение правки корреспонденции. Владимир Владимирович, почтовый в оригинале. Далее, следует уведомление о составлении протокола об административном правом нарушении специализированного отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов. его составляет 17 июля. Рапорт о том, что 17 июля 23 года 18.50 выходили по адресу сотрудники данного отделения и с целью вручения уведомления о времени и месте рассмотрения материала гражданину Мамаеву. Гражданин Мамаев отказался открывать дверь в дверь стучиться. Я говорю, типа, подождите, и там буквально секунду, а что по почте, и все. То есть я даже не знал, кто там пришел. Я говорю, у меня просто случайно это зафиксировано. В принципе, я могу, а, у меня на телефоне, могу в принципе эту фрагменты включить. Ну, не имеет этого смысла. То есть, понимаете, я изначально говорил, что я никогда не беру, не открываю посторонним людям дверь. Никогда, в принципе. Ну, даже с учетом того, что я занимаюсь вот этой деятельностью, мой адрес очень много достаточно угроз. Я везде скрываю свои персональные данные, поэтому, как говорится, я в принципе не могу вести в прямом эфире данную, ну, данную видеосъемку. Почему? Потому что я вот эти моменты все вырежу, мой адрес, где я проживаю, там подо. Потому что, ну, вот у меня вот последняя тоже идут угрозы иногда. Ясно. Поняла вас, присаживайтесь, пожалуйста. Так, ну, еще тут у нас черепу кастовый. Я так понимаю, это по поводу направления уже непосредственно самого протокола. И, собственно, у нас два диска DVD. Ну, я так понимаю, что это как раз с роликами, которые были найдены в Ютьюбе. Так, Владимир Владимирович, есть необходимость просматривать? Да нет необходимости, еще я не знаю, какие ролики там в Ютьюбе. Я вам по ним тайм-коды делаю. Понятно. Ну, соответственно, знаете, значит, хорошо. Знаете, собственно. Далее у нас тут есть направление судебная повестка направлялась Владимиру Владимировичу Мировому, уже судью судебного участка номер 5. Ну, и возврат к конверт с возвращенным невырученным. Так, 11 августа направлялась судя к тому, что я вижу. Возврат состоялся где-то после 21 августа. Далее два отсчета отслеживания отправлений с почтовыми идентификаторами. Значит, 1, 52, 285, 52 заканчивается, ну, 852. Потому что первыми идут цифры почтового отделения 181, 38. Ну, и второй идентификатор заканчивается на 852, 35, 994. Собственно, оба эти почтовых отправления вручены адресату, соответственно, 1 августа 23 года. Далее, само постановление по делу от 30 августа 2023 года о привлечении Владимира Владимировича к административной ответственности после сопроводительного письма, соответственно, заявление о выдаче копии постановления обеспечения ознакомления с материалами дела, в том числе и с медиоматериалами. И возврат о том, что Владимиру Владимировичу направлялась, я так понимаю, постановление, но возвращено за истечением срок хранения. Что ж до почты-то не дошли? Владимир Владимирович. Уважаемый суд, раз в месяц хожу как на работу туда, почему? Потому что много чего до меня не доходит. Не знаю, по какой вине. Почесальоны плохо работают, либо кто-то у меня там соседи по ящикам, может, еще кто-то шарится. Иногда бывает, не приходят ко мне ценные письма, я жду их, иду по этому на почту, интересуюсь, что-нибудь пришло, и прям стопкой получаю. У меня, как же называется, электронная подпись, то есть на телефон приходится смс-ка, и вот я смс-ку, и они меня прям стопками отдают, я все иду. Просто судебные, они, получается, где-то неделю хранятся, а хожу как раз в месяц, раз в месяц стабильно хожу на почту. Ясно, присаживайтесь. Так, ну, собственно, сама жалоба у нас. Владимир Владимирович, ну, собственно, давайте все-таки, заявлено было вам не ходатайство, а восстановились рукообжалования. Что желаете его обоснования пояснить? Уважаемый суд, исхожу из того, что Верховный суд на эту тему сказал, что, и в КОАПе это подусмотрено, что если срок пропущен, он может быть судом восстановлен, поскольку я не участвовал при составлении протокола в самом судебном заседании, никто мне порядок подачи жалобы не разъяснял, не знал таких тонкостей, что, оказывается, жалоба не может быть подана в электронном виде. Ну, к сожалению, я таких тонкостей не знал. С сегодняшнего дня теперь я буду знать. Век живи, век учись. Я думаю, что можно это учесть. Все-таки не каждый день на меня выносят, скажем так, постановления, которые я обжалую. И подпись электронного я не так давно, как бы, я получил. Поэтому буду теперь знать, что я могу только по гражданским делам, по уголовным делам пользоваться. Вот пока, пока, к сожалению, этого нет. Очень неудобно, да. Очень неудобно, да. Показывать обладатель не дал такой лайк. Очень неудобно, конечно, но на самом деле было бы удобно. Понятно. Хорошо, присаживайтесь. Ну, соответственно, здесь у нас имеется конверт. 21 сентября 23 года датировано, поступало, ну, соответственно, сопроводительное письмо по возврате жалобы, собственно, 20 сентября датировано это письмо, действительно, поступало жалоба 19 сентября, по крайней мере, вернете на определение. Так, и в этот же день, по-моему, она поступала, я уже сейчас сам это не помню. И, соответственно, 19 сентября судом было вынесено определение о том, что возвращается, поскольку, как вы только что сказали, по административному кодексу в административных правонарушениях не предусмотрено пока еще. Я вот хотел бы обратить внимание, что если бы мне как-то форма вот эта электронная на газ правосудия как-то запретила, что-то сделала, ну, там, обычно, как, вот какое-то поле не заполнено, а то, что я идентификатор вел, я все данные вел, у меня вообще все отправилось, вопросов никаких нет. Я и успокоился, все, у меня пришло подтверждение, все необходимые документы, ну, я и спокойно сижу. Владимир Владимирович, вот поверите, вы не единственный, так что, как говорится, это и есть такой момент. Я говорю, я просто до этого, я не знал, что такая проблема может быть оказываться. ну, ну, соответственно, у нас направлялось дело мировым судьей, собственно, здесь копия постановления, запрос суда, направление дела, ну, и определение, которое было вынесено по итогам рассмотрения ходатайства о допросе, вызове допросе свидетелей. Собственно, это все. Владимир Владимирович, желаете что-то еще в завершение сказать? В принципе, все сказано, считаю, что моя вина ни в чем не доказана, я ничего не совершал. Все требования, которые были от судей в том судебном заседании, в следующих судебных заседаниях и так далее, я всегда выполняю, потому что я считаю себя достаточно законопослушным. Да, может быть, где-то мое поведение для кого-то может показаться достаточно агрессивным, потому что я человек эмоциональный, могу, скажем так, реагировать на ограничение своих прав, но это не повод, чтобы меня привлекать к какой-либо ответственности, тем более, если я все по процедуре выполняю, все соблюдаю. Поэтому прошу остановление отменить, дело прекратить. Все. Ясно, присаживайтесь. Защитник, желаете что-то сказать еще? Нет, все по-моему, не рискал. Значит, собственно, у нас кодекс об административных правонарушениях при рассмотрении жалоб не предполагает удаление суда в совещательную комнату, поэтому суд удаляется для вынесения решения по данному делу. Ну, соответственно, по поводу того, когда будет вам влашено это решение, так, на сколько времени это есть сейчас? Вести стихи. Вести стихи. Вести стихи. Ну, соответственно, где-то к 17-30 подходите. Это вообще итог. Хорошо. Спасибо. Спасибо.